Барак Обама и Беньямин Нетаньяху никогда особо не ладили. Позволительно ли высокопоставленному лицу в администрации президента Обамы называть премьер-министра Израиля трусливым и далее по тексту? Даже в печально известной электронной переписке Джона Подеста, руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон, говорится о том, что между Обамой и Нетаньяху возникла настоящая вражда. Но почему? Почему? Нетаньяху по существу постоянно третировал США и Обаму. Не в том смысле, что он заставлял Америку совершать что-то против ее воли, а просто заставлял ее молча смириться с тем, что он сам говорит и делает. А действия Нетаньяху, разумеется, Обаме не по душе. Насколько плохи, на ваш взгляд, отношения между Обамой и Нетаньяху? Они не вписываются ни в какие рамки. Вероятно, отношения между американским президентом и израильским премьер-министром никогда не были хуже, чем сейчас. Между ними явно чувствуется напряженность. Это сразу видно. Президентство Обамы, которое, возможно, заинтересован в том, чтобы отомстить Нетаньяху, подходит к концу. Теперь израильскому премьеру логично задуматься о том, кто из потенциальных преемников американского лидера отвечал бы интересам Тель-Авива. Израиль – это очень-очень важный союзник Америки. «Америке нужен сильный и хорошо защищенный Израиль». «Мы будем защищать Израиль на все сто процентов». «Безопасность Израиля крайне важна. Это даже не обсуждается». «На этой сцене нет никого более расположенного к Израилю, чем я». Нетаньяху отдает предпочтение Клинтон. Обнародованные письма главы ее предвыборного штаба объясняют, почему. «Она является убежденной защитницей Израиля еще со времен ее работы в Сенате. Ее самые верные сторонники – это, пожалуй, Хаим Сабан и Дэнни Абрахам. Они не стали бы ее поддерживать, если бы она не была полностью предана делу обеспечения безопасности Израиля». Сторонники Клинтон охотно распространяют другое письмо, недавно опубликованное на сайте Wikileaks. Его автор – бывший посол США в ЕС Стюарт Азенштадт. В сообщении описывается встреча с Нетаньяху, в ходе которой израильский лидер заявил, что, цитата, «Хилари Клинтон подсознательно более расположена к Израилю, чем Белый дом». Однако во время последнего визита в США Нетаньяху провел с Дональдом Трампом почти вдвое больше времени, чем с Хилари Клинтон. Нетаньяху традиционно поддерживает республиканскую партию. По крайней мере, складывается такое впечатление. Однако похоже, что он имеет тесные связи с политиками, известными в США как республиканская верхушка, а Дональд Трамп к ней не относится. И многие в Израиле задаются вопросом, что Нетаньяху думает о Трампе. Считает ли он его лояльным Израилю-республиканцем или же непредсказуемым человеком, каковым его представляют многие израилетяне? Предпочтет ли Нетаньяху в таком случае кого-то более предсказуемого, например, Хилари Клинтон? Четкого ответа на эти вопросы мы пока не слышали. И все же люди на улицах Тель-Авива больше симпатизируют Хилари Клинтон. Согласно недавнему опросу, ее поддерживают 43% израильтян, а Трампа – 26%. Она знает систему, знает нас. Ситуация должна улучшиться. Нетаньяху и Клинтон – это идеальная пара. Они настоящие друзья. Пола Слеер, РТ, Израиль Субтитры создавал DimaTorzok